МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я профессиональная мама. У меня четверть детей. И 60 кукол. Им я тоже мама. Наверное, дети выбирают родителей. Точно так же куклы выбрали меня. Потому что вообще не было предпосылок, что я вдруг в 45 лет начну делать кукол. Да еще и в таком количестве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родилась первая кукла. Это был Гирша. Его зовут так, потому что так звали моего дедушку. Потом у Гирши появилась мама. Ну, пожилая мама. Поэтому у Гирши появилась жена, двое детей. Вот эта первая семья, у которой есть даже фамилия Кацнельсон, она есть родоначальник вот этой большой коллекции, которая сейчас состоит уже из 60 кукол. Потом у Кацнельсонов появились друзья, появились соседи, появились те люди, с которыми они встречаются. Ну, это мне так хочется верить, что они с ними встречаются, когда выходят купить себе журнальчик, сшить какое-то платье новое для Сони или для Розы Моисеевны. На них большая компания, она растет, и я думаю, что это еще не конец совсем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем еврейский город. Помнится он меня так. Потому что врачи были евреи, парикмахеры были евреи, фотографы были евреи. И вот говор еврейский, ну, и идыш, на котором говорил мой дедушка, к сожалению, его в семье никто не понимал, когда он был очень добрым человеком, но хотелось выругаться, если я ему ругался, он только на идыш, потому что не понимал его совсем никто, потому что в нашей семье еврей был один, только он. Вот, ну, и идыш звучал, и вот этот выговор до сих пор у бобруйчан остается немножко еврейским, хотя евреи уехали, и там, ну, насколько я знаю, осталось только две тысячи, но, честно, я езжу, бобрусь каждый выходной, я никогда больше трех одновременно не видела. Мои куклы, это и есть ностальгия, потому что таких людей, как у меня на выставке, к сожалению, увидеть больше нигде нельзя. Евреи, которые покинули страну, которые уехали в другие места, но я, к сожалению, не видела иммигрантов в США, потому что я там не была. Я была в Израиле, и это другие люди, они сами другие, они растят других детей, потому что израильские дети служат в армии, и для меня, ну, я задаюсь все время вопросом одним, может ли Сонечка, отслужившая в армии, мне вот так трогательно хотеть выйти замуж, а потом очень сильно любить своих детей. Для меня неизвестно, может быть, и может, но мои работы, моя выставка, это не о тех людях, это о тех людях, которые жили здесь. Это действительно ностальгия, ностальгия по советскому времени, по моему детству, по городу моего детства. Ну, вот, наверное, так. Он вырос в Бобруйске. Дедушка играл на флейте, и на момент начала войны он был воспитанником музыкального взвода. В Бобруйской крепости стояла часть, и он там играл в оркестре. Когда началась война, дедушке не было 18 лет, ему исполнилось на 7 дней позже, 29 июня 1918, то есть он еще не был солдатом, как положено по возрасту. Но дедушка вместе с этой частью ушел на войну. Он прошел всю войну, вернулся оттуда капитаном. По переписке познакомился с моей бабушкой, которая была... Она была украинка, но жила в Сибири, так как была дочкой врага народа. Ну, как была фотография, понравилась ему Катя. Он поехал, бабушку забрал. И так как дедушка был весь в орденах, бабушке разрешили выезд, и она приехала в Бобруйск. Вот у них родилось двое детей, у дедушки с бабушкой, моя мама и моя тетя. Ну, вот такая наша бобруйская история. Работал он строителем, кафе «Дружба», построенная им в Бобруйске. У меня же бабушка была украинка, и у мамы в паспорте была украинка. У меня в свидетельстве о рождении мама украинка, папа русский. Но мама... Откуда у меня могла быть пятая графа в паспорте? У меня ее не было. А по жизни была, конечно, была. У меня же был еврейский дедушка. Для людей, которые... Не хочется мне говорить плохое слово. Ну, которые недолюбливают евреев. Дедушки хватает для того, чтобы весь спектр прелести пятой графы я на себя ощутила. Знаете, евреи с твоей антисемитизмом, они всегда живут рядом. Это не нелюбовь. Вот я думаю, что это... Когда люди, наверное, не могут чего-то осознать, они предпочитают это ругать. Это все. Ну, кого-то ж надо ругать. Кто-то должен быть виноват. Ну, евреи, ладно. Расскажу вам любимый анекдот моего дедушки. Абраша, когда тебя нет дома, твои соседи про тебя плохо говорят. Говорят, да ради бога, когда меня нет дома, пускай они меня даже бьют. С моим мужем вообще произошла загадочная история. Когда я выходила за него замуж, он был не еврей. Два года назад оказалось, что да. А так нашлись родственники. И оказалось, что та самая заветная бабушка по материнской линии у моего мужа все-таки еврейка. Я хочу, чтобы люди вспомнили свое детство. Ну, это определенному возрастному контингенту, конечно, адресовано. И вообще моя выставка детям не очень интересна. Она интересна тем, кто помнит то, вообще о чем говорю я, и говорят мои куклы. Просто надо прийти, окунуться в этот мирок маленький, вспомнить то, что было хорошего в прошлом. Потому что сейчас принято ругать то, что было, но у него было и много хорошего, того, что мы, к сожалению, безвозвратно потеряли. Конечно, куклы живые. Это не только, я вам скажу, это вы можете спросить у любого кукольника, и вам все расскажут. То, куда вложено столько души и столько любви этот объект не может быть неживым. Поэтому я очень не люблю, когда меня спрашивают о технике, в которой изготовлены мои куклы. Я не люблю об этом говорить, потому что мои куклы, они сделаны из любви, души и ностальгии. История у них такая. У меня в Бобруйске была подружка Лена. И она была такая интересная еврейская девочка. Вот, у нее был жених, его звали Наума. Лена уехала в 90-е годы, и Наум уехал раньше в Америку. И он прислал ей приглашение невесты. Лена поехала с папой в Соединенные Штаты, чтобы выйти замуж за Наума, который ей очень не нравился. Но Лена не была бы Леной. В аэропорту она познакомилась с другим человеком, замуж вышла за него, а Наум ее так и не дождался. Вот, поэтому я думала о ней, и вот о том Науме, который так и не дождался свою невесту. Я их соединила. Ну, правда, мою невесту зовут Фира, потому что мне все-таки хочется, что верить, что у них с кукольным Наумом есть хорошее будущее. Ну, знаете, любовь... Ну, ты раньше нас учили в советское время, да, что бывает любовь к родине, любовь к женщине, в общем, что она имеет много разновидностей. Я, прожив там уже немало лет, знаю, что любовь – это, наверное, единая величина, которая... Она либо есть в человеке, либо ее нет. И я никогда не поверю, что, например, женщина говорит, вот ребенка я любить могу, а мужчину не могу. Это не так. Если человек способен любить, то у него... Есть в нем эта любовь, она всегда найдет отклик. Моя большая любовь – это мой муж, это мои дети, это мой дедушка, это город моего детства, это еще один город, в котором я родилась и попала туда уже в зрелом возрасте. Это Ленинград, теперешний Санкт-Петербург. Я тоже его очень люблю. Это любовь к моим куклам, это любовь к книгам, это любовь к миру, наверное, в целом. В нашей стране, в Белоруссии, есть то, за что я ее очень люблю, Белоруссию – это наша природа. Это наши реки, озера, наши леса, которые красивы в любое время года. И, наверное, я могу об этом говорить. Глядя на наши города, очень жалко, что, например, в Европе каждый ручеек обыгрывают так, что это красиво, а у нас, к сожалению, ну, как мне кажется, это не так. Поэтому, если бы у нас появился какой-нибудь такой вот всереспубликанский дизайнер, который раз и сказал. Давайте покажем красоту в Белоруссии везде, не только в диком месте она должна быть красивой, но и в городе тоже. этого бы мне очень хотелось. Ну, можно, например, взять кое-какие рецепты из кухни, там очень вкусно. Можно взять себе на вооружение то, что родился у тебя ребенок, он уже хороший, он хороший, всегда люби его, и ты получишь то, что, ну, вообще-то, то, что ты хочешь. А, к сожалению, люди пытаются это получить, ругая, обвиняя, ну, даже бьют некоторые, это недопустимо. Поэтому вот это нужно брать из еврейства, любовь. Ну, и еду вкусную тоже, может. Если бы в моем распоряжении была машина времени, я бы, наверное, вот, знаете, одного раза мне бы было мало, я бы периодически отправлялась в свое собственное детство. И, знаете, наверное, ну, если бы это было один раз, вот, я бы все равно туда же вернулась, чтобы обнять своего деда. Я очень по нему скучаю. В наше время меня больше всего радует, что, наконец-то, дети стали другими, они стали иметь возможность видеть мир. У них очень большое информационное поле, в котором они живут. Они могут, знаете, я в детстве ходила в библиотеку каждый день, чтобы взять пять книг, мне больше не давали, я читала очень много, книги купить было невозможно, мы их искали, стояли в очередях. Вот, этого всего сейчас нету, сейчас бери, читай, вот, мне кажется, что для детей это очень хорошо. Я мало смотрю новостей, но, что сказать, о будущем мира, я ничего не могу о нем сказать, это Богу решать, что будет с нашим миром. Если бы я встретила Бога, я сказала бы ему спасибо. Я мечтаю о том, чтобы в уютном домике на берегу речки я сидела со своим мужем, нам было уже очень много лет, и вот перенестись в тот момент и знать, что у детей все хорошо, что все живы, вот тогда можно подумать, что жизнь прожита не зря и спокойно умереть. Вот такая мечта. Я бы с удовольствием выпила кофе и закусила форшмаком, конечно, это очень интересная смесь, кофе закусывать форшмаком, но я бы, наверное, сделала это все-таки с Игорем Мироновичем Губерманом. От него такая энергетика идет, он такой, мне он очень понравился. Я очень много лет его читала, и вот мне повезло делать выставку совместно с его творческим вечером, и мы, конечно, он был очень занят, и мы там 10 минут в гримерке поговорили, и хотелось бы больше. Не могу сказать, что я мало делаю, но я очень ленивый человек, и поэтому у меня есть любимая честь, растешь я губерман, которая звучит так, бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить, трудиться, но к завтраку это проходит. Продолжение следует... субтитры